Доброе утро! Все взаимно. Рамаза, ну расскажите для начала, что же вообще такое краудфандинг, как мы пообещали нашим телезрителям, и в чем его отличие, ну и сходство с благотворительностью? Краудфандинг это, давайте поговорим на крестьянском языке, чтобы всем было понятно, это тот же самый сбор средств, как делают, например, многие благотворительные фонды по всему миру и в том числе Российской Федерации, но это сбор средств на какие-либо творческие, научно-исследовательские, либо же какие-то другие, ну результат должен быть другой, кроме как благотворительности. Но также краудфандинг присутствует и в фондах, то есть очень-очень тесно пересекаются вообще разные краудфандинговые платформы с благотворительностью, потому что сбор средств, он может идти как на какие-то развлекательные, исследовательские, научные вещи, так и на благотворительность. Отличие краудфандинга от обычной благотворительности, это единственное, что у краудфандинга есть определенная цель, для чего собирается, то есть есть определенный проект, на что это собирается. Ну и, как правило, цели отличные от благотворительности, но вот этот механизм сбора денег, да, на что-то хорошее, полезное, вот этот как раз и будет сходством, правильно? Да, 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 так и есть. Прекрасно. У вас есть опыт работы в благотворительном фонде, поэтому хочется спросить, как вы считаете, что же вообще мотивирует людей, вдохновляет, вот как раз организовывать сборы и в них активно участвовать? Но опять же, получается, мы проводим параллель между благотворительностью и краудфандингом. То есть, получается, что вдохновляет людей, заставляет делиться своими ресурсами для какой-то цели? Ну, есть издавна такая поговорка, на Руси была, с миру по нитке голому рубашка, да, то есть участвуя какими-то мизерными, с мизерными ресурсами, даже будучи там богатым или среднего достатка, даже если малого достатка, участвуя в чем-то крупном, делясь своим, это всегда очень вдохновляет из-за того, что участие в каком-то очень большом, крупном, масштабном деле, будь то развитие какого-то там, допустим, проекта по какой-то группы музыкальной, какой-то, может быть, творческой личности, обучения какого-то одаренного ребенка и, конечно же, сборы в благотворительность. Ну, это самый важный момент, то, что люди посредством даже какой-то мизерной суммы, какой-то мизерной помощью своими ресурсами, они чувствуют то, что участвуют в каком-то великом деле. Давайте с вами немножечко порассуждаем, немножко так пофантазируем и обратимся к вашему мнению, потому что у вас есть опыт в этой сфере. Благотворительность, например, тяжело болен ребенок и собираются деньги на его лечение. Вот первая цель сбора денег. Вторая цель сбора денег мужа краудфандингу, переходим, например, в музыкальный альбом любимой группы. Получается, если я не пришлю деньги, то, возможно, он не выйдет или выйдет лет через пять. То есть я в этом заинтересована. И третий момент, ну, например, не знаю, открытие какой-то студии. Вот мне просто понравился текст, мне просто понравилось, что, предположим, это йога-студия будет, что она будет открыта в каком-то городе, даже не в моем. И вот во всех трех случаях человек решает поделиться своими ресурсами, своими финансами. Вот как вы считаете, исходя из вашего опыта, разные здесь мотивы у него или нет? Вы просто знаете про благотворительность, что считается, что ты помогаешь людям, но на самом деле психологи говорят, что нет. А ты помогаешь в первую очередь себе, да. У тебя какая-то потребность не закрыта, поэтому ты помогаешь. Что думаете? Ну, я думаю, что вообще, во-первых, самое главное, что человек вольно выбирать, даже если, например, у него есть выбор из этих трех только на один какой-то проект вложиться, например, или пожертвовать, да. Это его личное право, его никто не вправе осуждать. Мы живем в Российской Федерации, где у всех есть свобода выбора, свобода слова. Но также, если человек, например, при всех этих трех обстоятельствах жертвует на каждое, то это разные мотивы абсолютно, потому что в случае с группой музыкальной и со студией, у него есть какой-то личный интерес, то есть он хочет получить от этого какой-то материальный или нематериальный блага. В случае с благотворительностью все уже немножко по-другому, он жертвует и делает это только для удовлетворения, так скажем, ну, самого себя, да, скажем, в плане того, что он уже будет чувствовать то, что он хоть какую-то оказал помощь для лечения, например, того же ребенка или человека, на который ведется сбор. Возможно, у него какая-то собственная боль, да, есть по этому поводу, и вот он ее пытается таким образом, ну, отчасти заглушить, да, все-таки это есть, но и помочь, конечно. Да, это один из таких факторов, который может быть. Также я забыл поменять то, что краудфандинговые вещи, краудфандинговые платформы и вообще краудфандинг, он отличается от благотворительных сборов тем, что по итогу сборов, например, на каких-то средств человек, то есть донор, жертвователь, будем говорить, он получает какие-то либо, то есть какую-то обратную связь, какие-то блага обратно, будь то сертификаты, будь то какой-то, да, по итогу альбом вышедший он тоже получает. Потому что он жертвовал на это музыкальный альбом, допустим. То есть он получает какую-то выгоду, материальную или нематериальную в этом плане. А вот давайте на этом вопросе подробнее остановимся. Абсолютно всегда какая-то выгода будет материальная или все-таки бывают исключения? И может быть она такая не супер прям материальная, а в виде альбома любимой моей группы? Ну, краудфандинг, он же не только, например, в одном направлении развивается и вообще проецируется. Там есть различные сборы, в том числе и, например, благотворительные сборы, то есть где написано и прописано, что эти деньги все копейки пойдут там на лечение, допустим, на реабилитацию или на покупку лекарств, например. Но также, когда проходят сборы на какие-то либо вот, ну, проходят вообще действия вот этого краудфандинга на базе каких-нибудь там, на открытие студии, на развитие какого-то, например, проекта, развитие сайта, развитие какой-то ветки, да, там, какой-то в интернете, допустим. То по итогу, после, например, полного получения финансирования, это ветка, это студия, это лекарство, оно будет доступно всем тем, кто жертвовал это. То есть они уже получили благо. Они поучаствовали в создании этого, но и получат от него, то есть свою прибыль. Даже если это, например, допустим, не только им дано, но и всем в мире, но они все равно это получат. Из благотворительности немножко другая. Вот еще одно отличие, да, мы с вами выявили. Да, да, да. Немножко другая сторона с благотворительностью. Не то, чтобы благотворительность не приносит какой-то прибыли. Но делаешь это безвозмездно, да, и заранее ты об этом знаешь. Да, ну и, как говорится, вот мусульман, как говорил наш великий пророк, он говорил то, что ты не имеешь права засыпать цветом, когда твой сосед голодный. То есть в исламе она, благотворительность, она является одним из основным столпом ислама, то есть закят — это выплата обязательной милостыни в счет нуждающихся. И поэтому многие мусульмане жертвуют именно вот, ну, участвуют в благотворительных, в том числе и краудфандинговых проектах, ну, потому что… Делятся от чистого сердца. Делятся от чистого сердца и понимают, что даже если они получат, например, как в краудфандинге материальные и нематериальные блага в этом мире, то даст Бог в следующем мире им это все обязательно скажется. Ну вот мы с вами уже, в принципе, разобрались в теме краудфандинга. Мне кажется, это не может не радовать. То есть, получается, если вернуться к моему первоначальному вопросу, мотивы жертвы, делиться своими ресурсами, финансами, они могут быть разными, но, в принципе, это все можно назвать в какой-то степени благотворительностью. Ты делишься, да? Иногда безвозмездно, иногда за то, что, возможно, тебе не очень надо, но самое главное — ты помогаешь человеку. Да. Прекрасно. Вот расскажите, пожалуйста, вы как президент благотворительного фонда, как его активный участник, создатели именно благотворительных фондов не критикуют ли краудфандинговые платформы, что якобы те собирают деньги не на такие уж важные цели? Ну, критикуют — это очень громко сказано. Чуть-чуть критикуют, да? Да. Нет, критика отсутствует вообще, потому что, я объясню, почему. Почему? Потому что, например, сами же благотворительные фонды и многие благотворительные проекты организации сами же участвуют на различного рода краудфандинговых платформах. В том числе и фонд «Территория милосердия» остался в стране. Мы участвуем уже последние пять лет на платформе. У нас есть платформа всероссийская, уже скоро международная платформа, называется «Туба», так она называется, краудфандинговая платформа, где в основном своем находят место только благотворительные сборы. То есть пишутся с метапроекты, пишутся расходы, пишутся истории о том, для чего собирается, например, на продукты для нуждающихся там в таком-то районе, на лечение такого-то ребенка, на операцию для зрения на таком-то человеку. То есть расписывается весь проект, человек может зайти, то есть если это мобильное устройство, он может зайти, скачать это приложение в любом из маркетплейсов, скачать приложение, зайти на любой интересующий его сбор любого благотворительного фонда по всей России, посмотреть историю человека, например, для которого сделан сбор, посмотреть смету, сколько выходит, например, где он будет лечиться и что вообще по итогу будет. И скинуть любую сумму в два клика буквально, например, со своей карточки, либо даже с какого-то расчетного счета. То есть благотворительные, отвечая на ваш вопрос, благотворительные фонды не только не критикуют краудфандинг и платформы краудфандинга, но и поддерживают и сами принимают активное участие. Потому что это и есть прогресс на самом деле, потому что если благотворительность не будет участвовать в таких проектах, то мы просто останемся теми местечковыми фондами, которые помогают буквально соседям и все. Вместо того, чтобы сидеть на месте и критиковать, что они делают неправильно, что они делают неправильно, мы просто берем и участвуем в этом для того, чтобы благотворительность в общем и наш фонд в целом какую-то выгоду для себя из-за этого краудфандинга, например, взяли. Но мы к какому вообще итогу пришли? Что вы сказали? Чтобы не быть посредственным фондом, мелким, то есть который может только собрать, закрыть какие-то самые стандартные, примитивные сборы, получается краудфандинговые платформы – это такое своеобразное развитие, чтобы помогать и на то, и на то, и на то, в том числе собирать деньги. То есть получается это определенный уровень и ветвь развития. Да. Прекрасно, прекрасно. Так скажем, это уже какая-то ступенька, которая уже приводит вас к высшим игрокам, когда уже вот люди видят то, что вы работаете, официально работаете давно, у вас есть определенные цели, задачи свои, не просто вы собираетесь кто сколько сможет, для того, что кто-то придет и вы скажете, вот все, что у нас есть, возьмите. У нас есть определенные цели, задачи, к которым мы идем благодаря краудфандингу и платформе краудфандинговой. Рамазан, а вот ваш благотворительный фонд «Территория милосердия» и ваша краудфандинговая платформа, какой самый большой сбор на данный момент закрывали? И для каких целей? Ну, так как вот эта платформа Туба для сбора средств, она является не нашей, мы как участники, но мы один из восьми первых фондов, которые участвовали, в этом до сих пор участвуем. К сожалению, больших сборов на этой платформе нельзя делать, больше там, допустим, миллиона, больше нескольких там, больше нескольких миллионов в определенных случаях. Но могу сказать то, что вот совсем недавно наш фонд, не без помощи, конечно, платформы Туба, собрали средства для помощи посадавшим в жительном Палестине, как вы все помните. В октябре прошлого года начался геноцид, абсолютно бесчеловечный. Поэтому в скором времени фонд, узнав всю информацию, получив все вести, совместно с другими фондами, такими как Ансары, благотворительным фондом, мы открыли сборную на территории республики, он длился 8 дней, по итогу которого благотворительные фонды Ансары собрали, я могу ошибиться, около 23 миллионов, и фонд территории милосердия собрали 25 миллионов, которые на данный момент активно осваиваются там, на месте. То есть мы проводим различные акции, которые мы можем продемонстрировать на наших страничках, в соцсетях, например. Мало того, что мы... Цифры очень хорошие, конечно, в мировых объемах есть к чему стремиться, но цифры очень-очень даже достойные. Конечно, на душу населения это очень огромные цифры, поэтому мы можем гордиться народом Карачаева-Черкесии, всем народом Карачаева-Черкесии. И мало того, что мы помогаем из этих средств простодавшим жителям в самой Палестине, то также вы, наверное, слышали то, что как раз-таки с ноября, с декабря месяца некоторое количество семей, там около 40 человек беженцев, живет у нас здесь на территории республики, в пансионате Жемчужного Кавказа, в город-курорте Берда. То и активная помощь оказывается им, то есть покупка одежды, покупка бытовой техники, бытовой химии, то есть каких-то обычных вещей. Поэтому эти средства уходят не только в Палестину, на помощь посадочным жителям, но также и на помощь беженцам, которые находятся на территории республики. Получается опять новый вывод, к чему мы пришли. Краудфандинговые платформы – это возможность собирать деньги на любой вид необходимости и помощи, которая требуется. Это прекрасно. Да, это именно так. Ну и тогда вам задам последний вопрос. Расскажите, какие уроки можно перенять, исходя из опыта организации краудфандинговых платформ, для того, чтобы их учесть, да, и применить в благотворительной стену, и, соответственно, наоборот? Ну, на самом деле, это ветка вообще… Или очень схожи они, да? Нет, не то, чтобы схожи. Есть кое-какие различия, которые стоит, наверное, друг другу перенять, благотворительность и краудфандинг. Чтобы я перенял, например, в краудфандинге, да, это очень сильная систематизация, очень сильная IT, очень большое количество специалистов IT. То есть я по своему, например, хобби, я очень люблю вообще компьютеры, все, что с ними связано, разбирать, собирать, все, что вообще можно сделать с компьютером. И мне очень нравится вообще это направление. И я понимаю, насколько сильная работа, например, IT-специалистов, да, в общем, да, систематизация, автоматизация на этих краудфандинговых платформах. И вот благотворительность, нужно поучиться именно этому краудфандингу. В то же время, как краудфандинг – это машина очень четко выстроенная, очень хорошо работающая, безотказно, но бессердечно. То есть… Почему же? Если вы не учли, например, какие-то нюансы, например, система, например, вас не пропускает, ничего не делает. То есть и даже для участия… То есть неправильно зарегистрировались вы имеете в виду, да? Да, неправильно зарегистрировались, либо же у вас нет каких-то, например, критериев, подходящих под вступление, например, на платформу краудфандинга, вам откажут. А какие там критерии? Есть определенные критерии, да. Они просто меняются с каждым годом, а так, например, фонд должен работать минимум два года, должны быть какие-то социальные, какие-то странички на соцсетях, где определенное количество подписчиков, у вас должна быть определенная работа по документам, все документы должны быть четко оформлены, и там много-много еще всего, но я сейчас все не припомню, но есть очень четкие, очень строгие критерии для вступления, например, на такие платформы. Вот как оказывается. Там не бывает такого. Даже они же хорошие ребята, давайте их возьмем, и все. Я думала, все так и есть, Рамазан. Нет, все не так. Я вижу суперкрутой проект, который у меня вызывает симпатию. И я решаю поделиться своими заработанными деньгами, перевожу им, как вы говорили, в два клика, и все, и какой-то проект будет реализован в этом мире. Ну да, но за этот проект несут ответственность не только, например, тот, кто писал этот проект, тот, кто ведет этот проект, но также и платформа, на которую он выставлен. То есть есть определенные требования к платформе, к организатору проекта, так еще и к тем людям, которые хотят пожертвовать, да, свои деньги? Нет, те, кто хотят жертвовать, может быть абсолютно любой человек, потому что любому человеку может быть. Вот все, разобрались. А именно те, кто хочет, например, участвовать в краудфандинге как организация, то есть вот я хочу со своим проектом выступить там на развитие. Ну тут согласна, конечно. На развитие, да. Есть определенные критерии, очень строгие, где не прокатит такое, что они же хорошие ребята, вот мы видим их работу. Нет, у вас должно быть четко оформлено документ, у вас должна четко выявлена работа быть, у вас должно быть стаж работы очень большой, там от двух и более лет. То есть есть определенные критерии, где, так сказать, ну не сказать, что они бессердечные, там нечеловеческие, но там отсутствует такое, чтобы вот по доброте душевной взяли и приняли. То есть вот это нотки, нотки души не хватает краудфандинга. Ну с одной стороны, может быть это в какой-то степени хорошо, если твой проект, он реальный, то ты же это можешь все сделать относительно быстро. Да, конечно. Какие-то документы собрать, да, как будто там в соцсети себе завести и так далее. Да, но, так скажем, реальность не такая, прям чтобы всегда у всех есть время собирать документы, там подавать документы. Реальность такова, что есть, например, допустим, ребенок, которому нужно через месяц сделать операцию, а в стране... Уходит время, да? Да, очень большое количество времени уходит на сбор документов, подача заявлений, выдача заявлений. То есть чисто физически невозможно, например, сделать так, чтобы вступить на эту платформу и вот показать то, что вот ребенок реально в этом нуждается, а реально, допустим, ребенок действительно в этом нуждается, вот и ему нужно сделать это срочно. И в этом случае это уже только, например, Здесь, конечно, мы тратим время. Да, да, да. Согласна с вами. Рамазан, я очень рада, что вы сегодня к нам пришли, потому что, как оказалось, вы очень разбираетесь и в краунфандинговых платформах, и, конечно же, в благотворительности, благодаря чему мы смогли понять действительно этот механизм взаимодействия с аудиторией, да, организацией и так далее. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам, но мы вас еще не отпускаем. В завершении беседы, пожалуйста, пожелайте что-нибудь в это утро нашим телезрителям. Совершайте добро вместе с нами. Вот так, кратко, но по делу. Большое спасибо, Рамазан, за пожелания, за то, что сегодня были с нами. Спасибо за приглашение. Был очень рад видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин